Сегодня в борьбу с террористами из группировки «Исламское государство», запрещенной в нашей стране, вступило мощное стратегическое оружие России. Удар по убийцам, их базам и штабам нанесли тяжелые бомбардировщики. 34 крылатые ракеты поразили все заданные цели. Удары теперь наносят и по нефтяным караванам, которые российские генералы называют «кормушкой» для террористов. Сегодня эта нефть до потребителей не доехала. Во вторник совещание в Национальном центре управления обороной прошло под руководством президента России. Репортаж Тимур Сиразиева. Здесь знают все об операции в Сирии. Национальный центр управления обороны. Место, куда стекаются разведданные, поступает изображение со спутников и где координируются все действия российских военных. Именно здесь министр обороны доложил президенту. Сегодня нанесен первый массированный авиаудар по объектам боевиков ИГИЛ в Сирии. Группировка запрещена в России. Решение усилить удары по террористам принято Владимиром Путином накануне поздно вечером, после того, как было подтверждено, что на борту Airbus в Египте взорвалась бомба. И вот сегодня впервые ракеты были запущены с самолетов дальней авиации и стратегических бомбардировщиков. С 5.00 до 5.30 утра по московскому времени 12 дальними бомбардировщиками Ту-22 нанесены удары по объектам террористической организации ИГИЛ в провинциях Рака и Дейр-Изор. С 9.00 до 9.40 стратегическими ракетоносцами Ту-160 и Ту-95МС произведены пуски 34-х крылатых ракет воздушного базирования по целям боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб. Все удары наносятся по заранее разведанным целям. Наряду с увеличением интенсивности боевых вылетов авиации с авиабазы Хмеймим в Сирии планом предусматривается дополнительно привлечь к нанесению ударов с территории Российской Федерации 25 самолетов дальней авиации, 8 перспективных бомбардировщиков Су-34, 4 истребителя Су-27СМ. В целях повышения оперативности вскрытия объектов противника и точности определения координат целей продолжается усиление космической разведки территории Ближневосточного региона. К ведению разведки привлечены 10 космических аппаратов видовой и радиоэлектронной разведки, в том числе гражданского назначения. О деталях Владимиру Путину по видеосвязи рассказал командующий дальней авиации Анатолий Жихарев. Он сейчас в Энгельсе. Это авиабаза, откуда в Сирию летали стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. В середине октября пилоты участвовали в масштабных учениях. Тогда они выполняли пуск высокоточных ракет на полигоне под Воркутой. Учения по оценке Министерства обороны прошли успешно. В этот раз цели уже боевые. Перед каждым вылетом самолет тщательно проверяют. А на установку ракет даже у опытных инженеров уходит около часа. Это один из самых важных и ответственных этапов загрузки. Сейчас инженеры уже натянули стропы и очень медленно, проверяя уровень ракеты, они поднимают ее вверх. Вы видите, что один человек контролирует, а два инженера с обеих сторон поднимают ракету. Там внутри, в грузовом отсеке, находится барабан. Именно к нему эта ракета и будет прикрепляться. Это кадры непосредственно авиаудара. Пуск ракет производится с высоты около 7 тысяч метров. При этом точность попадания плюс-минус всего лишь пару метров. Стратегические бомбардировщики сопровождают истребители. Как было сказано сегодня на совещании, военные заранее предупредили своих коллег из США о применении дальней авиации. Также удары наносили самолеты, взлетавшие с аэродрома в Сирии. О результатах доложил начальник генерального штаба Валерий Герасимов. В результате нанесения авиационных ударов уничтожены 6 командных пунктов боевиков, 8 складов с боеприпасами, 12 лагерей подготовки террористов, 4 завода по изготовлению фугасов и ракет, 6 складов с топливом. Самолетами Су-34 поражено 2 колонны топливозаправщиков. Уничтожено около 50 автомобилей, что с учетом нанесенных ранее ударов посредством транспортировки нефтепродуктов, всего уничтожено 410 наливников. И отдельным элементом инфраструктуры существенно снизило возможности боевиков по незаконному экспорту энергоносителей. Еще один аэродром, с которого взлетают самолеты, участвующие в операции, находится в Моздоке. Этот самолет называют летающим маркетоносцем. Он способен взять на борт бомбу общим весом 24 тонны. Дальность полета 6000 километров. Ту-22М3, М3, то есть третье поколение. Первое, что бросается в глаза, это огромный воздухозаборник. Там внутри происходит сжатие воздуха. Уровень сжатия зависит от режима работы двигателей. Всего с 30 сентября совершено 2289 боевых вылетов и нанесено более 4000 ракетно-бомбовых ударов. Такая серьезная поддержка, что особенно важно, по словам генералов, точные авиаудары помогли военным сирийской армии перейти в наступление на многих направлениях. Успешно развиваются атаки около крупных городов, таких как Алеппо, Пальмира, Идлиб и около столицы Сирии, Дамаска. Впервые за 4 года боевых действий сирийская армия освободила 80 населенных пунктов, обеспечив установление контроля над территорией более 500 квадратных километров. На связь с национальным центром сегодня вышел и капитан первого ранга Олег Криворог. Сейчас он в Средиземном море. Под его командованием целая группировка военных кораблей, которые прикрывают российскую авиабазу с моря, а также обеспечивают безопасность судов, доставляющих грузы российским военным. Владимир Путин обратился к капитану с особым поручением. Олег Леонидович, в ближайшее время в район ваших действий подойдет французская группа военно-морская во главе с авианосцем. Нужно установить с французами прямой контакт и работать с ними, как с союзниками. Начальник генерального штаба и министр обороны соответствующие указания получили. Нужно будет разработать с ними план совместных действий, как на море, так и в воздухе. После того, как военные закончили докладывать о результатах операции, Владимир Путин поблагодарил офицеров. Выполняя боевые задачи по борьбе с террористами в Сирии, вы защищаете Россию и ее граждан. Хочу поблагодарить вас за службу и желаю удачи. После этих слов президент покинул совещание. В Национальном центре управления обороны, который работает в круглосуточном режиме, продолжили координацию действий вооруженных сил России. Тимур Сиразиев, Павел Рудаков, Первый канал.